Мы должны все вместе создать лучшие условия нашим юным гражданам по обучению, нахождению в детских садах, комфортных условиях. Это задача большая, которой мы все будем заниматься и уже в этом году, и на следующий год, и дальше. А вот непосредственно найти подход каждому ребенку, помочь ему войти в жизнь, это все та работа, которую делает тема. Сегодня в Татарском районе успешно реализуется национальный проект образования. В его рамках важно развивать успех каждого ребенка. И делать это нужно с дошкольного возраста. В своем поздравлении начальник управления образования Татарского района Ирина Викторовна Кузнецова объяснила, почему День работников дошкольного образования является таким важным праздником. Он действительно значим, потому что дошкольное образование это первый уровень образования. И сегодня, когда президент ставит перед нами глобальные задачи, в первую очередь, чтобы российское образование вошло в десятку лучших, мы, естественно, решить эту проблему только общеобразовательными учреждениями не можем. Сегодня в Татарском районе 14 дошкольных учреждений. Зачастую у воспитателей есть и свои дети, которые ходят в группу к своей маме. И хорошо ли это – вопрос спорный. С моей стороны, наверное, на мой взгляд, для меня лучше, потому что я знаю, где мой ребенок находится, с кем он находится, чем он занимается. Я знаю, какую программу они здесь проходят, на что обратить особое внимание. А с его стороны, наверное, не очень хорошо, потому что мама самая строгая всегда и попадает больше всех. Современные технологии все сильнее проникают в образование, в том числе и дошкольное. Еще лет 15 назад было сложно представить ученика начальных классов с сотовым телефоном. Сегодня это в порядке вещей. Правда, в детских садах ребенок со смартфоном – это скорее исключение из правил. Пока. В подготовительной группе такие более активные дети. Иногда родители дают, чтобы им было чем заняться, например, в течение 15 минут, чтобы кому-то не мешать. В детских садах татарского района очень важным является наличие логопеда. И педагога-психолога. Большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. В нашем детском саду посещают три ребенка-инвалида и один ребенок с ограниченными возможностями здоровья. И вот по рекомендации ПМПК для ребенка с ограниченными возможностями здоровья нужен специальный педагог. Это тьютор. Поэтому с сентября прошлого года нами была введена дополнительная ставка тьютора. Это человек с высшим образованием, педагог-психолог, который ведет сопровождение этого ребенка вот уже на протяжении второго года. День воспитателя – праздник молодой и в этом году отмечается всего в 17-й раз. Лучших сотрудников дошкольных учреждений наградили дипломами и благодарностями.